Это все они уважают, но куда как не зайдешь, все время народу полно, так же и здесь по поводу театралов, они все сидят и подсматривают, ну понятно, что мы телевизор не смотрим, это вот любимая поговорка Бомонда, мы выше телевизора, у меня телевизора даже дома нет, это так смешно, и почему-то этим гордятся люди, по мне это наоборот, что человек творческий, тем более, он должен видеть все, он должен пытаться отсечь, лишнее, бесспорно, но он должен быть в теме всего, а не в теме только самого себя, в искусстве любимого. А вот правда, что после первых танцев на льду был просто всплеск любви и интереса к фигурному катанию среди простых россиян, людей, которые коньки-то никогда не видели, или это все-таки больше такой пиар? Никакого пиара, это был просто, был определенный такой психоз, массовый психоз, он наблюдался, он несколько лет наблюдался, и вы знаете, мы когда запускали проект, были, например, я до первой передачи, это был очень важный момент, никто не понимал, будет ли в этом успех, потому что люди, как могли сказать, ну, как это произошло, слава богу, сказали, вау, нам это интересно, спасибо, давайте смотреть. Также могли сказать, что это за удар по нашему любимому виду спорта, фигурному катанию, что это за кривляние на льду, что это за породия, и не смотреть, поэтому в этом был определенный риск. И то, что включили люди телевизор и начали смотреть, уже была победа, а то, что это имело такой успех, что многие повели своих детей заниматься фигурным катанием, сами надели коньки, вот мне все время говорят, опять же, что типа вот у вас такой успех с телевизионными проектами, а результатов у нас никаких нет в фигурном катании. При этом абсолютно, ну, как бы, несоединяемые вещи, ну, вот у всех в голове все перемешалось, вот, когда они понимают, что те, кто сейчас проигрывает, они вообще еще катались гораздо раньше, чем проекты, тренировались и все остальное. Они, причем здесь проекты и их проигрыши, которые заложены, да, профессиональные проекты, которые заложены давно. И то же самое здесь, о том, насколько проект был положительным, мы с вами сможем обсудить, ну, наверное, еще лет через 10 хотя бы. Тогда кто-нибудь, кого отвели в 5 лет заниматься фигурным катанием, он будет лет 18 как раз, если его отвели, вот, как раз, когда был бум. И он, дай бог, скажет, что вот я жертва проекта «Звезды на льду», вот у меня когда-то мама, она посмотрела, привела, и вот тогда я буду считать, что наши миссии окончательно выполнены. Значит, мы еще заложили, и вот этот фундамент, пусть уже таким современным способом, каким заложили в свое время Ирина Роднина, к примеру, и Александр Зайцев, или Пахом Возгоршковым, когда моя мама в виде, как они выступают, взяла меня и отвела нас в фигурное катание. Фигурное катание перестало быть религией, ну, коль скоро вы заговорили о звездах советского фигурного катания, в связи с там распадом Советского Союза, упадком арен, отсутствием интереса, общим там экономическим коллапсом и вот оттоком русских звезд, например, в Америку. Или какие-то были, на ваш взгляд, совершенно другие причины? Ну, конечно, на данный момент, я даже не знаю, ну, про фигурное катание, о какой религии говорить речи нет, но вообще, наверное, уже в современном мире вряд ли что-то может стать таким вот флагманом надолго, по крайней мере. То есть, может быть, определенный всплеск, подогреваемый, естественно, средствами массовой информации, но нет, конечно, нет. У фигурного катания есть своя ниша, есть свои преданные поклонники, которых мы очень любим, которые ценят все, знают, знают историю, но это далеко не такая армия, которую бы хотелось видеть. Фигурное катание живет в своей нише, естественно, что... А вот почему вам хотелось бы видеть больше эту армию поклонников, а она не разрастается? Хотелось бы видеть, конечно, больше, но она не разрастается. На данный момент она, конечно, все упирается в результаты. И любой стране приятно болеть там, за те виды спорта, где она выигрывает, чтобы лишний раз самоутвердиться. И как только результаты падают, соответственно, интерес к этому виду спорта исчезает. Тут абсолютно параллельная история. Вы знаете, вот, например, я недавно, включая телевизор, увидел, что идут соревнования по крикету. Например, я даже правила этой игры не знаю, думаю, что и вы вряд ли знаете. Но мы понимаем, что кидают мячик, типа, наши лапты, а что они там делают? А вот Индия, Пакистан и вот страны рядом стоящие, в общем, было подсчитано, что больше полутора миллиардов людей смотрели за финальной игрой. То есть это больше, чем чемпионат мира по футболу смотрел людей. Они, наверное, тоже не знают даже понятия о фигурном катании, так же, как, я не знаю, крикеть. Все хотят болеть за то, что у них получается лучше. В общем, чтобы расширить аудиторию вашего проекта, нужно просто Китай подключить к телевизору, к первому каналу. Да, и все. И сразу полтора миллиарда зрителей уже гарантированно есть сразу. Ну, Китай — это очень специфическая страна. А откуда идея, в принципе, танцев со звездами на льду? Это оригинально русское изобретение? Или это, скажем так, то, что и вы, в том числе, подсмотрели в Америку, в Америке и привезли потом в Россию? Нет, это абсолютно не русское изобретение и не американское. Это изобретение англичан. Англичане придумали этот проект. Правда, произошла некая другая различная ситуация. Англичане сделали проект и потом, ну, его, естественно, запатентовали и получили лесовую лицензию. И практически ряд стран всех стран мира, ведущих стран, покупают эту лицензию. И, по большому счету, ну, что значит лицензия? То есть это одно и то же, только ставится ведущей страны. И, соответственно, сценарные, декорации. Вот вы бы сейчас, если переключали бы, что вы видели в Испании, в Италии, в Америке, в России, идет один и тот же проект. То есть единственное, что в одних и тех же декорациях, по одному и тому же сценарию, все происходит. Единственное, что меняются только персонажи внутри. Именно такую лицензию купил канал «Россия» в России и запустил, был в запуске такого проекта. Что же касается нас, то мы знали о такой идее, что есть такая, где непрофессионал катается с профессионалом. Но лицензию уже купил канал «Россия». И слава богу, что он ее купил, потому что это просто абсолютно тупиковая ветва развития. Поскольку англичане не просто ее продают, они еще приезжают и абсолютно диктуют все свои правила. Ты должен абсолютно четко отрабатывать. У нас не было правил. У нас мы придумали все остальное в проекте, ну за исключением не звезда, а со звездой, фигуристом, с непрофессионалом. Все абсолютно с нуля. У нас была абсолютно своя декорация, которую мы придумали. Мы придумали свою систему оценок. Вот я сейчас свернул любимые 5.9, 6.0. А в английской версии у них 3.5, 4.0, шаг на 5 десятых. Я придумал историю с двумя тренерами, которые противоборствуют, которые всегда в фигурном катании, чего не было в английской версии. Я придумал, что каждая программа тематическая. То есть мы сегодня играем в советское кино, завтра мы играем в латинскую Америку. То есть я немножко сделала эти рамки, которые в принципе не было. Мы все выбираем совместную музыку, тогда как в альтернативном проекте тебе музыку просто выдают. То есть участник не имеет права выбора. Ему говорят, они понимают, что у них должно быть из 10 программ 5 веселых и 3 грустных. И каждому вот так вот выдают музыку. Хочешь, не нравится, не нравится, работай. Мы все вместе ищем эту музыку. Это очень тяжелый выбор. Поэтому меня спрашивают, почему там не как, а у вас как. Только потому, что здесь свое. И за каждую ноту, за каждый жест я переживаю, я борюсь, я делаю. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что я не придумал этот проект. Это было бы нечестно говорить, что я придумал такую историю. Но проект адаптирован, абсолютно сделан изнутри. И там очень много мелочей, которые все связаны и так далее. Знаете, в английской версии там стабильное жюри, в котором даже прописано все. Что есть персонаж, который всегда ругает. Есть персонаж, извините, нетрадиционной ориентации обязательно. Есть персонаж, который всегда хвалит. И вот такая пятерка, вот таких фриков. Ну, фриков я без обзывания. Просто такие яркие персонажи сидят. И мы ушли от всего этого. У нас всегда судейская коллегия меняется, с заключением Татьяна Анатольевна Тарасова, которая ведет жюри, которая бесспорно тоже, наверное, многих вызывает споры. Но судья должен вызывать спорные мнения. А вот вы и сейчас сказали о Тарасовой, и до этого сказали, чтобы оценили зрители и Татьяна Анатольевна Тарасова. Что лично для Ильи Авербуха в жизни значит вот это вот имя, Татьяна Тарасова? Продолжение следует...